Много себя увеличилось с помощью ваших книг. Ваших книг. Теперь немножечко, возможно, даже я не буду дальше читать, что там у нас, какие-то вопросы будут. Я бы хотел сказать такую вещь. Очень важно, очень важно, возможно, это иринеально, это ухватить саму суть. Вот я буквально таки сегодня ходил и рассуждал. То есть я постоянно задаю себе вопросы, какую-то информацию у меня крутится, я ее там и так исследую и так далее, и тому подобное. И знаете, вот я написал книги, и я понял, что они написаны где-то с середины. Что существует огромный пласт до этого, в котором закладывается наше здоровье, наш успех, наше процветание, наши промахи и многое-многое другое. Они там, а здесь мы уже пожинаем. И вот, значит, рассуждая на эту тему, на тему, потому что много задают вопросов по лечению, по ведению здорового образа жизни, то есть по сохранению здоровья. И вот сегодня как-то четко оформилось, что лечение и самовоздоровление, это есть не что иное, как работа собственной жизненной энергии, с потенциалом своей жизненной силы. Вот такое, да, понятие существует. И если этот потенциал, будем говорить, как-то уменьшился, то его важно, важно, во время болезни, важно сделать так, чтобы он восстановился. А здоровый образ жизни, делать так, вести свою жизнь, чтобы поддерживать этот потенциал на более-менее высоком, приемлемом для вас уровне. Как это сделать и откуда берется эта энергия? Мы все говорим там, и всем нам ясно это там про пищу, начинаем там питаться, вегетарианство, сыроедение там, допустим, голодаем, занимаемся. Все это хорошо, все это хорошо. Но, опять-таки, все это построено на использовании нашей жизненной силы. А где, вот я задумался как раз, а где тот источник, откуда эта жизненная энергия берется? Да, частично она там как-то там от пищи берется, да, еще там откуда-то. Но это, знаете, какое-то малое, мизерное количество. А основное количество, откуда ее берется? А берется она как раз, и вот тут начинаем, он говорит, вот идти с самого начала, строится яйцеклетка. Вернее, яйцеклетка оплодотворяется и начинается строиться организм. Так вот, энергия на построение этого организма, не за счет того, что там материнский организм, там что-то там дает ей энергию, нет. Он создает только условия идеальные, чтобы этому построению ничто не мешало. Я забегал вперед, скажу, не мешал даже умственный процесс. То есть программа, которая заложена, говорит, на уровне Духа, на уровне Атмы, она должна разворачиваться. И вот для того, чтобы она разворачивалась, ей надо создать среду и не мешать никакими посторонними энергиями. Кстати, вот тут именно энергии мыслительные, эмоциональные самой матери очень сильно влияют на этот процесс. Ну, это так я говорю. Так вот, она начинает разворачиваться оттуда и строит, 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 выстраивает вот это, органы выстраивает, тело его формирует. И ничто ей не мешает. То есть энергию саму, вот эту нужную, жизненную, мы берем-то с духовного уровня. Мы ее вытягиваем. И, кстати, далее, если вот как-то современные авторы, они, или я не читал, но у меня создалось такое впечатление, что они до этого не дошли. А вот древние-древние мудрецы, которые имели прямое там видение, они до этого дошли. И вот, вот этот вот поток, который идет от уровня духа и, так сказать, на тело, выстраивая вот эти вот все, ну, будем говорить, форму, придавая, значит, энергичность всем процессам, циркуляторным, обменным и так далее, так далее. Все это идет оттуда, так? И важно, важно этому не мешать. И для того, чтобы, как бы сказать, шла эта энергия, энергия, берем ребенка, ему все интересно. Это, допустим, ребенка, там, лет до семи, до восьми, ему все интересно, что, как, как устроен мир. То есть, вот этот интерес окружающим позволяет брать эту энергию с духовного уровня и переводить ее через тонкие тела уже в физический мир. Древние заметили, что питает, питает вот самые тонкие, самые высшие тела, которые идут, тот же уровень духа, атмы и несколько последующих. Ну, допустим, начнем уровень атмы, духа, частицы Божьи, питает возвышенная радость. То есть, возвышенная радость должна быть, вот я об этом говорю, у меня уже сразу же меняется как-то все это. Возвышенная радость, то есть радоваться, надо научиться радоваться, надо научиться радоваться, во-первых, жизни, что ты чувствуешь, что ты живешь. Далее, что вот этот вот мир, который создан, он позволяет тебе это жить, что силы, которые имеются вот здесь вот в пространстве, способствуют тебе этому. То есть, они не мешают, они способствуют твоему проявлению, пожалуйста. То есть, вот здесь вот возникает утонченная такая возвышенная радость. Не куском сахара и пельменем, а вот совершенно иным. Вот эта вот радость позволяет тянуть с пространства жизненный потенциал. Все больше и больше. Далее, я как-то уже говорил, волевое усилие. То есть, в конце концов, физическое усилие, это и есть проявление воли. Проявление воли, вы в сильнее раз напряглись, то есть, вы как бы сказать, оттуда только, хоп, выхочели повышенное количество энергии. То есть, я сижу, вот разговариваю, траля-ля-ля-ля-ля-ля, один потенциал. Ну, как только я напрягся, вот, сразу у меня потенциал, понимаете? То есть, как ее брать? Вот тут вот возникла у меня мысль, как ее брать? Далее, вот эту вот жизненную энергию, иные жизненные энергии, на что она потребляется? Она потребляется во многом, помимо того, что строит наше тело, поддерживает все эти процессы, она очень сильно потребляется нашим мыслительным аппаратом. То есть, за уровнем атмы ниже идет что там. Ну, будхи это несет, значит, атму. А дальше выстраиваются такие тела, как ум. То есть, что важно понимать? Не тот ум, который сейчас вот я там думаю, а как бы ум, это программа построения организма. Это один ум. То есть, тот инженер, который все это строит. И далее, в этом, грубо говоря, уме, в этом, то, что построил эта программа, должна быть другая программа, которая должна управлять этим всем процессом, в смысле, как передвигаться в пространстве, для того, чтобы выжить. Вот. Это уже другой ум. Один строит инженерный ум, другой рабочий, он, значит, обслуживает эту систему, для того, чтобы она куда-то не влетела и не развалилась. Понимаете? И вот дальше идут, что там у нас возникает на основе, значит, ума. Чтобы ориентироваться в пространстве, у нас возникают чувства, которые там указывают. Чувства там положительные, чувства отрицательные, но это не суть важна. Главное, они у нас есть. Но вот, вот это вот наше строение, которое создал, значит, Атман Дух, оно должно что-то тут делать. И вот на основе того, ну, будет внутренних запросов, там, поесть, там, еще что-то там такое, насколько эффективно начинает проявлять себя на уровне, на физическом уровне. То есть, удается ему покушать, не удается ему покушать, удается ему деньги заработать, не удается получить какие-то благи, удается, не удается, значит, создать семью, любить, дружить, творить и так далее. Возникает чувство удовлетворения или неудовлетворения. То есть, появляются эмоции. Слово эмоция означает волновать. Вот эти вот волнения, флуктуации, которые, знаете, когда человек волнуется, он сразу же тоже повышает свой жизненный потенциал. Вот, он вытягивает. Но, так как этот жизненный потенциал, вернее, вот эти вот волнения, они могут просто-напросто пустые, они могут просто, как бы, израсходовать этот потенциал, тот, который имеется. То есть, не взять его с пространства, а то, что имелось, выжечь. Это очень важно. И вот, когда отсутствует, ну, будем говорить, вот это чувство удовлетворения, а развивается вот постоянно неудовлетворение, постоянно какие-то неудачи и так далее, человеку становится неинтересно жить. Вот это вот лежит в основе депрессии. Все, энергия жизненная не поступает, а тут хоть на телесном уровне, на физическом уровне, хоть стол завален пирожными, колбасами, самыми лучшими, там, допустим, продуктами, там, витаминами, минералами, свежими, несвежими и так далее, это не радует и не способствует поддержанию его жизненных сил. И, оказывается, жизнь современного человека оцениваться на настоящем этапе положительными впечатлениями, которые он получает в течение дня. Если он их получает, ему интересно жить, да, интересно жить. И вот этот интерес, опять-таки, потенциал берет с уровня, божественного уровня наш, значит, дух, и пошел, значит, дальше вкладывать его ниже лежащие тела и на физическом уровне. Если этого нету, увы, возникает вот эта вот пробка, возникает вот этот вот разрыв, и в изобилии физических продуктов, продуктов на физических уровнях, самых-самых-самых-самых, и лекарств, и так далее, человек тает и исчезает. Кстати, вот многие, повторяю такую вещь, вот, а солдаты той армии, которая сейчас выигрывает, наступает, раны у них, у раненых бойцов, быстрее заживают, нежели у тех, которые отступают, у которых поражение, которые в таком депрессивном состоянии находятся. Они раны не заживают. То есть, один из показателей того, насколько у вас, вы можете взять жизненную энергию, насколько у вас ее велик потенциал, это действительно рано заживление. Потому что я видел там стариков-старушек, уже где-то лет 90 и так далее, у которых на лице, знаете, вот, просто там она там покорябала немного, и ранка не заживает, просто-напросто выступила и запеклась кровь, и эта кровь, значит, вот эта ранка неделями у нее там, так сказать, на лице. То есть, не заживает. Это же относится к иммунитету, ну и к такому, общему, как бы сказать, проявлению человека. То есть, интерес, интерес, положительное впечатление, вот это вот способствует тому, что вы берете именно ту тонкую жизненную энергию, самую важную. И чем у вас более утонченнее радость, тем, будем говорить, вы больше ее берете, и она может дольше, так сказать, у вас оставаться. Вот это вот интересная вещь, которая вот как-то я буквально таки сегодня, она четко оформилась. Развитие следующее. А вне, вне человека, а в чем еще находится вот жизненная энергия, вот эта вот потенциальная? Ну, как правило, она находится в семенах, орехах. То есть, это сгустки потенциальной энергии. Она находится, естественно, в зародышах, там, животных, там, вот, чем моложе, будем говорить, там, вот, икра, чем моложе, там, допустим, вот, животное, тем больше потенциал там находится. Но больше всего, естественно, вот именно там, где оно сосредоточено для того, чтобы дать будущую жизнь. Это икра, это яйца, это орехи, это семена. Ну, и когда она еще в активное состояние переходит, это проросшие семена, это еще лучше. То есть, вот такую вот интересную вещь я вам сказал. Это очень важно, потому что люди иногда там лечатся, не понимая этого. Что надо взаимодействовать со своей, собственно, жизненной энергией и знать, как ее, в первую очередь, не растратить по постуму, а во вторую, как ее получить. Это касается и лечения, это касается и ведения здорового образа жизни. Вот, как-то так сжато, но, тем не менее, лично для меня оказалось понятным вот этот процесс, в каком двигаться. Да, существуют методы, допустим, такие, как там, медитация, это тоже работа мысли, либо расслабление. Нет, вы просто-напросто не мешаешь вот этой жизненной энергии, которая, как бы сказать, ручейком из тебя течет. Я уже не говорю об уринотерапии, это очень интересная наука, которая, мы не работаем ни с гормонами, не работаем ни с какими там этими. Мы, благодаря уринотерапии, мы работаем с собственной жизненной энергией, которая осела на жидкостных средах. И вот вопрос заключился в том, можем ли с помощью чего ее вернуть назад или не можем. Это очень интересная вещь. Но кто понял, тот понял. Так, 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 многое себе вылечено с помощью ваших книг. Поэтому, знаете, я постарался, вот, знаний вообще очень много. Вот эти вот знания различные, знаете, как-то они не сразу выстраиваются у тебя в сознании, но тем не менее, если ты этим занимаешься, они у тебя выстраиваются в голове, улаживаются в соответствующие полки, и в нужный момент они только, опа! Как, знаете, кто-то подбрасывает тебе, а вот этот, а вот этот, и ты только сопоставляешь, думаешь, ох, интересная вещь. Вот тут, возможно, где-то и проявляется, ну, будем говорить, моя оригинальность. Я не хочу сказать гениальность, а оригинальность. Спасибо. 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 Спасибо.